Ну что, мы строить закончили. Теперь мы пригласили высокопоставленного представителя компании Тегова, для того, чтобы он посмотрел, что у нас получилось. И у меня есть к нему вопросы, на которые я хотел бы получить ответы. Поэтому я предлагаю провести некий баттл. Вопросы-ответы. В связи с этим был приглашен не последний человек в компании. Не буду называть должности, они очень высокие. Зовут его Дмитрий. Поэтому давайте его пригласим. Мы попытаемся с ним пообщаться и поговорить на те вопросы, которые не только меня волнуют, моих подписчиков, моих заказчиков, но главное, они волнуют меня. Приветствую. Да, здравствуйте. В чем вопрос номер один? То есть мы с вами придем, если вы не против, такой небольшой баттл. Вопрос-ответ. Вот такая красная линия. Я надеюсь, что она... Отлично. Вот она будет у нас. У нас еще синяя. Я думаю, что в конечном итоге мы положим синяя, и все вопросы, и все ответы не положим. Все уже как в стране, да? У нас страна, у нас огромное количество специалистов. Первая половина архитекторы, потом немножко дизайнеры, и все остальные строители. То есть все, кто строит дом, все все знали. Ну, скажем так, утепление, да? То есть как у вас это происходит? У вас есть стропильная нога, которая идет. Мы укладываем между ними утеплитель, потом укладываем обрешетку. Вот еще одно нарисуем. Укладываем обрешетку поперек, и затем укладываем туда. Но когда мы натягиваем гидроизоляцию, у нас получается, что она крепится в точке. Раньше она крепилась по длине. Понимаете, да, в чем разница? То есть она не только крепилась, она зажималась. То есть мы могли ее натянуть, зажать ее обрешеткой, и при этом натяжение пленки было постоянно, за счет того, что площадь контакта была большая. То есть, по сути дела, сейчас мы ее только 50 на 50 крепим, в каких-то точках, да? А здесь нет. Вопрос номер один. Почему так? Смотрите. Действительно, раньше технология утепления подразумевала закладку утеплителя только между стропильных ног. Мы в нашей технологии предусмотрели и специально заложили в технологию укладку еще одного слоя утеплителя, который, а, перекрывает какие-то дополнительные мостики. Согласен, да, согласен. То есть перекрыть стропилу. Да, перекрыть стропилу. Вопрос, который вы задаете, про пленку. Да, действительно, у нас получается, что тут два уровня обрешетки пересекаются, и между ними лежит мембрана дышащая, которая выводит пары, и она крепится, по сути дела, только квадратиками 50 на 50 с шагом. Нет, вот это я как раз понял. Перекраснете, а как, если вдруг пары провисса, то есть каким образом осуществляется герметичность? Пленка, когда лежит на контрабрешетке, у нее могут возникать, как вы обозначили, значит, некоторые провисы. Но так как мы в своих технологиях применяем пленки, которые относятся к категории супердиффузионных мембран, они укладываются без провисов, прямо на утеплитель. То есть, по сути дела, пленке некуда провисать, потому что она лежит прямо на утеплителе, который ее подпружинивает. Может быть, эта система как-то работает. Лично я, вот у себя в доме, я решил эту проблему просто. Я сделал 300 мм утеплитель. То есть я понимаю, чем больше слой утепления, тем меньше вероятности, что пар пройдет. Первый вопрос батл, давайте мы отложим на время. Хорошо. Объясню почему. Я посмотрю, как пройдет зима. Если конденсата не будет, вам 5 баллов. Вопрос еще один, который мне хотелось бы, чтобы вы объяснили. То есть, как работает кровля импортная, все мы знаем. Чем кровля, произведенная в Российской Федерации, хуже, лучше, или может быть такая же, чем та, что произведена в Италии? Глядя в глаза правду, чем эта штука отличается или ничем не отличается от той, что делают в Италии? За все технологические процессы на российском заводе отвечают итальянские технологи. У нас постоянно на заводе находится смена итальянских технологов, которые следят за производственным процессом, начиная от подготовки битума, битумного вяжущего, заканчивая за всем процессом производства материала. Итальянцы, кстати, которые приезжают в Россию, их надо через 2-3 месяца менять, а то они становятся русскими итальянцами. Абсолютно верно, поэтому мы их меняем каждые две недели. Мне вот это все тонкости технические, что у нас процесс, ну, знаете, мы живем в стране, в которой много говорят, но ничего не делают. Так вот, отличается или не отличается? Это все. Чем вы отличаетесь от компаний, ваших коллег, которые здесь представлены в многочисленном количестве? Я думаю, что вы все работаете с одного предприятия, берете сырье, только разные этикетки наклеиваете. Это такой маленький, каверзный вопрос человеку. Смотрите, мы действительно с нашими коллегами по цеху часть сырьевых компонентов покупаем в одних местах. Но из одной и той же муки можно сделать совершенно две разных пицц. Вот я понимаю. Смотрите, когда мы производим продукцию на нашем итальянском производстве, в качестве сырья мы используем венесуэльский битум. Это битум, накисленный самой природой, он обладает уникальными свойствами, и такого сырья больше нет на планете. Когда же мы производим продукцию на нашем российском производстве, мы вынуждены использовать ту сырьевую базу, которая имеется здесь. Но в отличие от всех других производителей, на сегодняшний день мы единственные, кто модифицирует битум и производит модификацию на основе АПП, так называемого модификатора, тактического полипропилена. Дело в том, что свойства, которые придают битумному вяжущему данный модификатор, тоже весьма уникальны. Это вяжущие обладает свойствами, которые максимально способны сопротивляться разрушающим факторам, которые воздействуют на кровельное покрытие. В первую очередь, это кислотно-щелочные составы, которые выпадают в качестве осадков. И во вторую очередь, это, конечно же, ультрафиолет. Это то солнышко, которое является губительным фактором для битумного вяжущего. Поэтому мы смело можем сказать, что черепица, сделанная на российском производстве, обладает одними из лучших характеристик у битумных черепиц во всем мире. Мне сказали следующее, что через 20 лет, когда эта кровля прикажет долго жить, мы подготовим свои разработки и тебе здесь наверх за свой счет положим такую, от которой ты заклопаешь в ладошки. Мне чем нравится ваша компания, что вы не продали и свалили. Всегда есть контакт, всегда приходят люди, всегда смотрят. На кровлю всегда прораб в виде представителя вашей компании, потому что я его так называю, который абсолютно бесплатный, отвечает на вопросы, контролирует проведение работы и так далее. Это есть. Сцепки между производителем кровли и нами, потребителями, а именно строителями, не потребителями, которые может лет 20 не заглядывать, а через 30 лет откроет утеплитель и там увидит черное стропило, и он никогда не вспомнит, кто ему делал, что ему делали и так далее. Но я тогда отвечаю, я несу ответственность по закону 10 лет за кровельное покрытие. Мы никогда не заканчиваем общение с нашими клиентами на этапе продажи. У нас всегда идет общение с клиентом, даже не до момента, когда он закончил строительство дома и ввел его в эксплуатацию. Мы предпочитаем как минимум через год встретиться с клиентом и в доверительной беседе понять, смогли ли мы подарить ему счастье, когда он подъезжает к своему дому и смотрит на кровлю, действительно ли он получает эстетическое удовольствие от этого и соответствуют ли его прогнозы и ожидания тому, что получилось. По-серьезному, да, то в принципе действительно с компанией работаем давно и честно говоря из 100% домов, которые мы накрыли мягкой кровлей, по-другому процентов 99% это у вас. Вот что бы я ни говорил, это не потому, что от чего-то как-то, потому что реально не хочется иметь никакого геморроя с покрытием, не хочется иметь геморроя с комплектацией, не хочется иметь геморроя там с контролем и когда брать совокупность всех этих факторов, то если меня спросят, какую кровлю я хотел бы для себя, я бы ответил, тегово. Я, собственно говоря, это и сделал. Вот у меня лежит тегово. Так что спасибо огромное вам. Спасибо вам за все, господа. Спасибо. Мы признательны за вашу руку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова